Детство – замечательное время, когда нет взрослых забот. Но в историю нашей страны есть поколение людей, чье детство прошло бок о бок с войной. Сегодня их называют детьми Великой Отечественной войны. Хотя этим детям сегодня уже за 70 лет. Ими прожита огромная жизнь. Но, несмотря на это, воспоминания о лучезарном детстве, прошедшем в тени фашистских туч, до сих пор живы в их памяти. 65 лет совместной жизни недавно отметили жители Славянска-на-Кубани Анастасия и Василий Костенко. Такой юбилей не шутка. В народе 65 лет называют железной свадьбой. Но как ковались эти отношения, как воспитывались люди, которые смогли создать такую крепкую семью. Все мы родом из детства. Именно оно во многом определяет наш дальнейший характер, ценности и жизненные ориентиры. Детство наших героев пришлось на непростой исторический период – Великую Отечественную войну. Оба они уроженцы Славянского района. И спустя 75 лет, как вчера, помнят оккупацию и освобождение своего родного хутора Нищедимовского. Когда отступали русские, заходили немцы. Тогда боев у нас не было. Видели там по валу танкетка, полутанкетка называли. Танк большой, полутанкетка. Проехали, там проехали, уехали, все, мы их не видели. Назначили полицейские, все, следили за порядком. Штаб их не был где-то у Петровской, немцы. Но мы их не видели. Бои, по воспоминаниям Василия Андреевича, начались, когда в начале 1943 года наши войска пришли, чтобы освободить район. К марту этого года с фронта комиссовали отца нашего героя. И он работал над строительством укрепительных сооружений на берегу реки. Василию, которому на тот момент было 12 лет, тоже находилось дело. Хотя мальчишки и есть мальчишки. Все воспринимали как игру, с задором выполняя отданные им поручения. Воно пробежит, отец говорит, побежит по валу, а там погуляйте. Ну мы же бежим, гуляем, тут, где. И мы видим, где немцы копают укрепления, окопы, прочее, все, все. А гопушки закапывают, где, тут. Прийдем, ну отец так, то разспрашивает, ну что вы там видели, то. Мы им и рассказываем, а там кава, окопы, там картель жив, а там кекало, тут одна, а там дальше через два двора, то, то пять, там пушки закапывали. Помогали ли эти сведения, наш герой не знает, но надеется, что и он внёс свой вклад в освобождение Родины. Во время боя при освобождении хутора Василий Андреевич лишился пальца. Его будущая супруга Анастасия Григорьевна в это время тоже жила в Нищедимовском, но была чуть младше своего суженого. Когда русские зашли, помню, когда, не знаю, где мама хранила, сухары, и они как зашли, голодные, а то насыпали им на сыр, но они бедные хватают, и у нас картошка была в подвале, закопана немного, они картошку нашли за ночь, и чеснок повыревали, голодные все. Всё я помню это, конечно. А потом у нас там на хуторе дом стоял так, кругом дороги, пушки поставили, и это бомбят, а хата дрожит. Я кричу, на печь лезу, а санитарка была у нас, тот, военная, меня тянет на пол. Я это всё помню, всё помню. Ну, всё прошло. Прошли бои с врагами, и началась на Кубани мирная жизнь. Но счастливой в сегодняшнем понимании её тяжело назвать. Родители Анастасии Григорьевны старались обеспечить семью едой. Много работали, растили скот. Но многие односельчане в те годы познали голод. А люди бедные, как страдали, рогоз вот это за речкой копали, и потом сушили, мяли там такое оно, желтоватое, и пекли блины. А я даже за хлеб меняла попробовать, что же оно такое. Так что я и в 47-м был голод. Не было у нас голода, у нас всё было. Я не знаю, где они брали, как они умели, но я не знала голода. Война выкосила русских мужиков, и сельское хозяйство поднимали женскими и детскими руками. Каждому ребёнку войны пришлось очень быстро повзрослеть и наравне с родителями растить хлеб для всей страны. Никто не смотрел на возраст, работать должны были все. Этого требовала ситуация. Если он способный хоть чуть-чуть что-нибудь делать, давай, на работу. Когда налетела, то черепашка вот эта, ракуша. Давай всех и вот таких, и вот таких, все бутылочку собираешь, иначе она сожрёт все. То есть не химикатов, ничего же не было. Там и что? Там малейше чуть-чуть и всё. И уже на работу, давай, давай. Там бездельников не было тогда. Трудолюбие, чувство долга, ответственность, которые с самых ранних лет пришлось воспитать в себе этим людям, и сделали их такими. Работящими, надёжными. Людьми, для которых стабильность и верность прежде всего. Людьми-тружениками, равняться на которых стоит и нам. Мария Климова, Александр Косицын, программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова